Штурмовая машина ZTL-11 стала логичным продолжением развития универсальной колесной платформы ТИП-08. Вооружение истребителя танков представлено 105-мм пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, а также 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом, установленным в качестве зенитной пулеметной установки. Само орудие является модернизированным вариантом британской Л-7. Эффективная дальность стрельбы пушки – 2000 метров. В боекомплект машины входят кумулятивные, оперенные бронебойные, подкалиберные и осколочно-фугасные снаряды, а также противотанковые управляемые ракеты. По имеющимся данным, последняя основана на советском комплексе «Бастион», использовавшемся на Т-54 и Т-55, и имеет бронепробиваемость 550-600 мм за динамической защитой. Дальность стрельбы ПТУР – 5000 метров. ЗТЛ-11 оснащен компьютеризированной системой управления. В состав прицельного комплекса входит прицел командира с лазерным дальномером, а также прицелом с пассивным ночным видением. Помимо этого, машина оснащена тепловизионной системой и GPS-навигацией. Экипаж состоит из четырех человек – водителя, командира, наводчика и заряжающего. Установка танковой башни с тяжелой пушкой увеличила массу бронемашины с 15 до 23 тонн, однако значительно усилила ее. Машина является плавающей. Движение на плаву обеспечивается двумя гребными винтами в кольцевых насадках. ЗТЛ-11 может как поддерживать свою пехоту, так и служить настоящим истребителем танков противника. Предполагается, что к настоящему времени сухопутные войска НОАК получили до 1000 ЗТЛ-11. Они поступают на вооружение средних смешанных бригад, аналогов американских бригад – страйкер. В китайской армии ЗТЛ-11 используется скорее как машина огневой поддержки, нежели полноценный игрок на поле боя.